Это не всеобщее учение по гражданской обороне. Люди в противогазах в центре Астаны – это всего лишь активисты коалиции антигиптил. Они идут к посольству России с вениками и совками в руках. Глагол «убирайтесь» казалось бы здесь несет в себе двойное назначение. Организаторы акции говорят, что казахстанская сторона пытается решить вопросы, которые связаны с авариями протонов путем переговоров. Но российская сторона, по их мнению, не готова даже слушать. Россия почему-то у себя на Восточном отказывается от использования гиптила, а на Байконуре она пытается использовать это. Это что, мы в казахе подопытные кролики? Общественность до сих пор будоражит информацией про то, что будто бы 15 сентября с Байконура взлетит новый ракетоноситель с гиптилом. Активисты требуют прекратить запуски таких ракет с территории Казахстана. Столичные жители сегодня также выражают свою точку зрения. Вообще мы же хозяева, это же наша земля. Ну как это, что можно сделать? Собраться всем и решать? Вот это назад вернулось, это что? Это же нам на башку. Ну, выплатить компенсации всем жителям местным. Ну и как бы повысить требования к качеству запусков, чтобы не было повторных таких вот прецедентов. У них там план запусков, программы запусков. Они пока все это не запустят, не могут прекратить эти запуски. А как нам тогда быть в Казахстане? Ну, когда Россия отработает свой проект или свою программу, мы перейдем на кислородики России. К собравшимся активистам вышли сотрудники российского посольства. Они заявили, что ликвидация последствий аварии проходит строго по плану. Родина Гагарина их сделала выводы и даже сожалеет, что все так чрезвычайно произошло. Правда, от ремейков, опять же, никто не застрахован. Любое сотрудничество вот в таких высокотехнологичных областях развития экономики, оно, безусловно, к сожалению, к великой трагедии, без вот таких аварий, наверное, не проходит. Мировая история. Ждать милости от кремлевских соседей национал-патриоты не хотят категорически. Следующие акции протеста не грозят провести у резиденции президента Аккорда. По крайней мере, о таких планах заявлено. А как там будет на самом деле, это еще большой вопрос.